Анапу представляли шесть участников. Это студенты сельскохозяйственного техникума и колледжа сферы услуг. Накануне в Краснодар отправилась команда болельщиков, более двух тысяч школьников курорта. Поддержать наших финалистов приехал и глава Анапы. Сергей Сергеев принял участие в пленарном заседании, которое прошло в рамках чемпионата. В числе почетных гостей и одним из основных спикеров дискуссии стала заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец. В конце дня, познакомившись с работами площадок, она дала свою оценку значимости подобных мероприятий. 113 специальностей. Заметное изменение материально-технической базы. Новейшие технологии применяются во всех профессиях. Все участники, эксперты научились говорить на четком, понятном, профессиональном языке. На Кубани существует нехватка подготовленных кадров в области агропромышленного комплекса и курортной отрасли. Губернатор Краснодарского края особо подчеркнул, что для успешного развития экономики края необходимо повышать престиж рабочих профессий. Рабочая профессия – это маленький кирпичик большой экономики. Если мы хотим создать большую реальную экономику, мы не должны упустить рабочую специальность, ту профессию, которая лежит в основе экономики. И сегодня, если мы говорим о будущем в целом нашего края, региона, о будущем в экономике, конечно, она начинается с той самой рабочей профессии, которая сегодня представлена в этом огромном павильоне. Студенты и школьники из всех регионов России будут соревноваться в профессиональном мастерстве более чем в 100 компетенциях. Парикмахеры, повара, штукатуры, 1200 конкурсантов и почти 1500 экспертов вступили в борьбу за право стать лучшим в своей профессии. Студенты Анапского сельскохозяйственного техникума и колледж сферы услуг представляют 4 профессии – виноделие, флористика, кирпичная кладка и предпринимательство. Виноделие – одна из самых редких профессий, но в этой номинации от Анапы заявлены сразу два участника – Арина Смеликова и Ульяна Сергеева. В их творческой лаборатории абсолютная сосредоточенность и внимание. За три часа они должны провести точный анализ виноматериалов и предоставить экспертной комиссии подробный отчет о составе продукта. Сегодня проводятся тесты. Определяют в вине, сколько содержания сахара, тетруемых кислот, спирта. Они это делают три с половиной часа, после чего у них начинается купажирование. Ну, купажирование – это смешивание виноматериала с сахарным сиропом. А вот на площадке предпринимательства свой коммерческий проект защищают учащиеся колледжа сферы услуг Владислав Гончаров и Даниэла Кошеру. Обосновать выгодность, привлекательность и окупаемость проекта – это полдела. Необходимо ответить на дополнительные вопросы экспертной комиссии, которые возникают в ходе защиты. Впрочем, несмотря на волнение, ребята с задачей справляются. Данный модуль у нас получился, так как мы представили нашу идею, рассказали, кто наши потребители, что мы будем производить. Со вторым модулем было чуть-чуть сложнее, потому что нужно было распределить, кто является генератором идей, кто новатором, кто будет предоставлять бизнес-план. Чемпионат продлится четыре дня. Его уже посетили более 50 тысяч школьников и студентов со всего Краснодарского края. По завершению соревнований экспертный совет проанализирует выступления участников и выберет лучших в своем деле. Победители и призеры финала национального чемпионата будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia. В 2017 году этой команде предстоит отстоять честь российского флага на чемпионате мира в Абу-Даби.